МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте, уважаемые зрители! Мы сегодня в очередной раз встречаемся в студии Международной панорамы. И в поле нашего внимания очень интересная и, на мой взгляд, загадочная страна. Страна, которая одновременно притягивает, одновременно и близкая, и далекая. Мы сегодня будем говорить об Индии. У нас в гостях Борис Михайлович Волхонский, старший научный сотрудник Российского института стратегических исследований. Здравствуйте, Борис Михайлович! Здравствуйте, Рассказы. Я бы хотел определить первую тему нашего разговора, как Россия и Индия. Что это? История взаимоотношений, и наши, конечно, перспективы, и наше будущее. Если мы начнем разговаривать об истории, то мы углубимся очень далеко. Времена Ивана Третьего и Афанасия Никитина. Я думаю, мы этого сейчас делать не будем. Мы можем делать все, что хотим. Мы можем делать все, что хотим, но мы просто тогда будем говорить примерно неделю, наверное, на эту тему. Давайте начнем с современных отношений России и Индии. В общем-то, если вспомнить времена 40-х годов до обретения Индии независимости, то отношение тогдашнего советского руководства, прежде всего лично господина товарища Сталина, к Индии было достаточно негативной, к ее лидерам. И отчасти, видимо, связано с тем, что в годы Второй мировой войны Индия уже была на пороге независимости, была противником союзника России. Это были сложные взаимоотношения, мы об этом не будем. В общем-то, фактически политические отношения России и Индии открылись в 1957 году с визита Хрущева и Булганина в Индию, когда была провозглашена замечательная фраза, которая моему поколению известна хорошо, молодежи, к сожалению, я проверял, не очень известны. Хинди-Руси, бхай-бхай. Вот бай-бай они понимают, до свидания, да, современная молодежь, а бхай-бхай понять не могут. То есть фраза означает «индийцы и русские братья». И фраза была очень популярной фразой. Также и в СССР было отношение к Индии всегда братское, дружеское, позитивное. Но это связано было еще и с тем, что действительно в то время для Индии, и тогда и сейчас главным соперником был Китай, главным раздражителем Пакистан был и остается, главным союзником Пакистана были Соединенные Штаты, и в результате оказывалось, что Индии, в общем, фактически других союзников-то и нет, кроме Советского Союза. Вот сейчас ситуация очень сильно изменилась. Противостояние Индии и Китая осталось. Хотя они всячески стараются не выпячивать это противостояние. Более того, скажем, когда премьер китайский пару лет назад посещал Индию, он просто каллиграфическим почерком на росте вывел, Китай и Индия лучшие друзья в Индзебао. Но на самом деле проблемы между Индией и Китаем, они никуда не ушли. Да, мы об этом еще поговорим, о проблемах Индии и Китая. Мы хотели поговорить о России и Индии сегодня. Вот как бы вы охарактеризовали наши отношения сегодня? Возвращаясь к той фразе «Хинди, Руси, Бай, Бай», я хочу сказать, что ситуация, когда одна сторона выступает в роли старшего брата, а другая в роли младшего брата, ушла без возврата. Но это, к сожалению, никто... Мне кажется, это везде ушло. К сожалению, если посмотреть на наше внешнеполитическое сообщество, мне кажется, что еще продолжается инерция мышления, связанная с тем, что индийцы – это наши младшие партнеры. Хотя это не так. Дальше. У Индии очень особый подход к внешней политике. У них есть, безусловные, глобальные амбиции. О региональных я даже не говорю. Индия претендует на статус регионального лидера. Но претендует на статус мировой державы. На уровне общественного сознания, на уровне сознания элиты, политической, политологической, на уровне медийной, на медийной меньшей степени. Вот эта идея о том, что Россия и Индия – друзья, она, безусловно, присутствует, сохраняется и никуда не ушла. Но если мы посмотрим на реальное содержание, то, к сожалению, с точки зрения товарооборота, была поставлена цель вывести его в 2010 году на уровень 10 миллиардов долларов. А это смешная цифра, если сравнить товарооборот Индии и Китая, товарооборот России и Китая. То это, в общем, цифра небольшая. Оценивая сегодняшние наши отношения, вы как бы говорите о том, что у нас еще огромный потенциал. Потенциал у нас огромных возможностей. Потенциал огромный. На сегодняшний день между Индией и Россией поддерживаются прочные дипломатические отношения. Основные сферы сотрудничества – экономика и внешняя торговля, наука и технологии, культура, оборона, космос и атомная энергетика. Между двумя странами существует определенное единство подходов как к политическим, так и экономическим проблемам. Конкретными примерами успешного двустороннего сотрудничества в сфере энергетики являются индийские инвестиции в нефтяной проект «Сахалин-1» и активное участие России в строительстве атомной электростанции в Кудан-Куламе. Ядерные реакторы запустят в коммерческую эксплуатацию до февраля 2013 года. В качестве примера успешного сотрудничества можно привести работу в области реализации космической программы. Две страны совместно разработали и теперь производят сверхзвуковые крылатые ракеты «Брамос». Российские специалисты совместно с индийскими коллегами реализуют новые авиационные проекты. Россия поставляет в страну свои военные самолеты, вертолеты и танки. Индия гордится тем, что на ее долю приходится часть наследия Рерихов. В качестве вклада в укрепление двусторонних культурных связей Индия в 2002 году выделила значительные средства для приведения в порядок и сохранения усадеб Рерихов. Был не так давно достигнут достаточно прорывной момент. Это индийцы закупили нашу систему ГЛОНАСС. Ну вот, пожалуй, и все, что можно в этом плане назвать из таких крупных. У нас есть ряд контрактов в рамках военно-технического сотрудничества. В рамках военно-технического сотрудничества контракты есть. Вот политический строй Индии. Индия, и сами индийцы, и западные политологи считают, что Индия – это сокрупнейшая в мире демократия. Индия – федеративное государство. Конституция страны была принята учредительным собранием в конце 1949-го, через два года после достижения Индии независимости, и вступила в силу 26 января 1950-го года. Она является самой большой по объему конституции в мире. В ее преамбуле Индия определяется как суверенная, социалистическая, светская, либерально-демократическая республика, имеющая двухпалатный парламент, функционирующий по вестминстерской парламентской модели. Главой государства является президент, который избирается электоральной коллегией сроком на пять лет путем непрямого голосования. Глава правительства – премьер-министр. Ему принадлежит основная исполнительная власть. Премьер-министр назначается президентом. Законодательной властью Индии является двухпалатный парламент, который состоит из Верхней Палаты Совета Штатов и Нижней Народной Палаты. Исполнительная ветвь состоит из президента, вице-президента и Совета Министров, возглавляемого премьер-министром. В индийской парламентской системе исполнительная власть подчинена законодательной. Премьер-министр и Совет Министров несут прямую ответственность перед Нижней Палатой Парламента. Нынешний состав правительства Индии сформирован после всеобщих выборов 2009 года, на которых убедительную победу одержал Индийский национальный конгресс. Большинство членов кабинета, включая премьер-министра, являются членами партии Индийский национальный конгресс. С точки зрения демократии, в общем-то, в Индии нет в этом отношении проблем. Другая проблема есть. Нет барьеров для свободного, допустим, волеизъявления граждан во время выборов. И вот последние выборы показывают, что голосование против власти очень распространено. Последние региональные выборы, я не говорю сейчас. Всеобщих мы еще пока ждем. Они, вероятно, состоятся в 2014 году. Что будет там пока предсказать трудно, но, по некоторым прогнозам, действующее правительство потерпит поражение. Пока до этого еще далеко. Традиции клановости в Индии, безусловно, сильны. И если мы вспомним, что три премьер-министра были, соответственно, папа, дочка и, получается, внук. Да, а сейчас активно раскручивается еще и правнук Джо Вахарла Ланеро. Да, он еще не один, а поскольку у Индира Ганди было два сына, то, соответственно, в двух разных партиях, противостоящих друг другу, активно действуют на руководящих позициях два внука Индира Ганди от разных сыновей. Так что, в случае победы и той, и другой партии, клановость может сохраниться. Давайте поговорим, это очень интересная тема. Последнее испытание межбаллистической ракеты. Вообще, вооруженные силы Индии, ее претензии на геополитическое пространство заставляют ее держать вооруженные силы, развивать ракетные войска, стратегические войска. Так вот, Индия, она страна, претендующая на какое-то геополитическое господство, соответственно, развивающая свою военную составляющую. Она готова это делать для удовлетворения своих каких-то экономических амбиций, либо это какая-то внутренняя потребность противостоять, скажем, Китаю, либо Пакистану. Для чего она делает это все? Ну, если говорить об индийско-пакистанском противостоянии, то того потенциала, который в Индии накоплен, в общем-то, его более чем достаточно. Здесь несопоставимые просто величины, и Пакистан сам по себе долго бы не продержался. Другое дело, что в случае возникновения масштабной войны между Индией и Пакистаном включились бы и другие игроки, а Пакистан сегодня из верного союзника Соединенных Штатов превратился в столь же верного союзника Китая. И Китай неоднократно заявлял, что не оставит в беде Пакистан в случае возникновения каких-то экстремальных ситуаций. То есть между ними достаточно напряженные отношения между Индией и Пакистаном? Да, они напряженные, они всегда были напряженные. В ноябре 1929 года парламент Великобритании предоставил Индии права доминиона. По всему индийскому субконтиненту началось революционное движение против британского правления. Вместе с желанием независимости развивалась также напряженность между индусским и мусульманским населением. В 1947 году произошел раздел Британской Индии на независимые государства. Доминион Пакистан и Индийский Союз. Это событие стало причиной массового насилия. По разным данным, за время конфликтов между Индией и Пакистаном жертвами стали около 1 миллиона человек. В результате последовала и массовая миграция от 12 до 15 миллионов человек. Один из самых больших споров произошел из-за Кашмира. Первая Индопакистанская война 1947 года. При поддержке пакистанских войск племенные вожди организовали вторжение в Кашмир, который ранее отошел к Индии. Несмотря на то, что большинство населения княжества составляли мусульмане. Тогда решение ООН не удовлетворило ни одну из сторон. Вторая Индопакистанская война 1965 года. Вооруженные группы при поддержке пакистанских войск вторлись в индийскую часть Кашмира. Результат неоднозначен. Большинство источников считает, что победила Индия. Третья Индопакистанская война 1971 года. После того, как Индия поддержала сторонников независимости Бангладеш, отколовшегося от Пакистана, последний в ответ начал авианалеты на Индию. В ответ Индия захватила 13 тысяч квадратных километров пакистанской территории, которые позднее были возвращены в качестве жеста доброй воли. Каргильская война. Май-июль 1999 года. Пакистанские войска и боевики вторглись в индийскую часть Кашмира. Индия отвоевала всю потерянную территорию. В наше время раздел Кашмира все еще не закреплен официальными соглашениями о границах. Регион является очагом напряжения между занимающими его странами, прежде всего Индией и Пакистаном. Пакистан контролирует северо-запад, Индия, центр и юг. Северо-восток Кашмира контролирует Китай. Индия и Пакистан не признают оккупированной части друг друга. Между странами сохраняются напряженные отношения и ведется гонка вооружений. Две-три недели назад президент Пакистана совершил поездку в Индию, которая изначально подавалась как частный визит в Зардаре. Он посещал религиозные святыни мусульманские не в Дели, но в штате Раджастан, если я не ошибаюсь. Но в Дели он встретился и пообедал с премьер-министром Индии. И вроде бы договорились о том, что и Ман Мохан Синг посетит Пакистан в скорости. То есть какое-то потепление есть, но потому что... Начинать ядерную войну, а Пакистан... Этот конфликт все же уносит какие-то исторические территориальные причины. Главная причина – это Кашмир, который до сих пор разделен между Индией и Пакистаном. Часть его ледник Аксайчин захвачен Китаем в 1962 году. И проблема эта как была далека от решения, так и остается далека от решения. Там очень много, целый комплекс проблем, связанных в частности с водопользованием, поскольку оттуда текут все реки, которые питают Пакистан. А Пакистан просто сейчас в условиях нехватки воды испытывает страшную потребность в свежей воде. То есть плюс на это наслаиваются межрелигиозные противоречия в самом Кашмире и в самой Индии, и между Индией и Пакистаном. Поэтому проблема очень далека от разрешения. Но вот позитивным сигналом здесь может служить то, что на последних переговорах лидеры вроде бы как-то решили Кашмир не трогать. И сосредоточиться на развитии экономических связей, торговли, на открытии пропускных пунктов на границе. То есть вот начинать какой-то, как называется, people's diplomacy, народная дипломатия, контакты между людьми расширять и так далее. То есть возможно, что вот этот обходной путь, он когда-нибудь поможет решить территориальную проблему, ну как Германия и Франция решили проблему Страсбурга или ЗАСа. Сейчас вопрос не станет, трудно представить, что эта проблема будет разрешена. Вообще, с точки зрения пассионарных теорий, Азия сейчас помоложе. То есть по сути дела самая слабая точка Индии это Пакистан, да, вот в военно-стратегическом отношении. В военно-стратегическом это самый сильный раздражитель Пакистан, но с точки зрения геополитической, конечно, самое сильное предстояние идет по оси Индии и Китая. И здесь потенциалы несопоставимы, даже вот эта испытанная ракета недавно, она... Индийская ракета. Да, индийская ракета «Агни-5», она по своим характеристикам уступает китайским ракетам, которые уже есть на вооружении Китая, да и, собственно, по числу ядерных зарядов Китай где-то в 2,5 или в 3 раза превосходит Индию. Поэтому здесь говорить о том, что какой-то достигнут паритет пока невозможно. У вас другое дело, что теперь Индия в случае необходимости может из любой точки своей территории достать до любой точки китайской территории, но это будет самоубийственное действие, как и любое применение ядерного оружия в современном мире. Вот вы как раз коснулись Китая и Индии. Переходим к этой теме. Это достаточно сложная тема, потому что обе страны входят в БРИК, и мы как бы в своем отношении, в своих, так сказать, международных программах стараемся не разделять Индию и Китай. Хотя здесь, на мой взгляд, есть возможность разыграть либо китайскую карту, либо в российско-китайских отношениях индийскую карту. Вот как бы вы оценили этот треугольник Россия, Индия и Китай? Это очень сложный вопрос, и я очень многим китаистам задавал вопрос, а какова же все-таки наша позиция в отношении Китая? Мы дружим или мы соперничаем? С одной стороны, Китай, конечно, наш в экономическом плане важнейший партнер сегодня. Он уже, насколько я знаю, обошел Евросоюз, даже если брать Евросоюз в целом, а не отдельные страны. И как близкие соседи Россия и Китай просто обречены на сотрудничество. Что бы вы порекомендовали, скажем, нашему МИДу, нашему правительству в рамках улучшения внешнеполитических действий, внешнеполитических программ по отношению к Индии? Что-то нам надо делать или оставлять так, как есть, и пусть это идет самотеком? Почему мы обсуждаем Индию? Потому что очень важная страна, очень понятная и, как вы сказали, дружеская по своей сути, но мы ее почему-то совершенно не учитываем и не работаем с ней, на мой взгляд. Знаете, я бы вот что порекомендовал в качестве основного действия. Это как раз вытекает из некоторых последних событий в Индии. У нас с помощью России построена атомная электростанция в Куданкулуме, которая должна была заработать в прошлом году. Но после Фукусимы или по каким-то другим причинам, вернее, по времени это было после Фукусимы, но насколько это связано с Фукусимой, это, видимо, был просто предлог. В штате поднялась массированная компания... В каком штате? В штате Томилнат на юге Индии. Поднялась массированная компания протеста против открытия этой станции. Длилась она, до сих пор длится уже в течение нескольких месяцев, почти года. И станция до сих пор не заработала. И буквально в феврале этого года премьер-министр Индии, в общем, открыл секрет, который и так был, в общем, всем понятен. Что на самом деле за этими протестами стояли неправительственные организации западных стран. Можно развить эту мысль дальше, что это были те страны, которые сами бы хотели вытеснить Россию из этого рынка, из этого сегмента рынка. Обычная ситуация. Но сами протесты не прекратились, они продолжаются. И мне кажется, что мы утратили в России тот инструмент, который в общем-то в советские времена работал. Это работа через, ну, якобы, тогда это были якобы неправительственные организации, там, Союз общей дружбы, культурных связей, там, Комитет молодежной организации. Вроде бы неправительственные организации, они, конечно, все существовали под крышей государства. То есть, инструмент лоббирования своих интересов. Но такого инструмента лоббирования у нас нет на сегодняшний день. И здесь мы, в общем, потеряем позиции, в том числе, хотя на самом деле он бы очень неплохо заработал, если бы... Мы сталкиваемся с ситуацией, когда у нас нигде нет инструментов лоббирования, не только в Индии, но и во многих других важных странах. Да, поэтому здесь надо советовать не, что изменить в отношении Индии, а что изменить, может быть, у нас самих, внутри страны. Да, и изменить векторы нашего, так сказать, внешнеполитического действия. А вот как вы оцениваете сегодня состояние наших обменов, так называемых, скажем, студенческих, общественных организаций? Существуют они сегодня? Они, насколько я знаю, на государственном уровне практически сведены к нулю. Хотя наши студенты ездят туда, не к нулю, к минимуму, хотя наши студенты туда ездят, но во многом это частная инициатива. Индия в советские времена воспринялась как страна чего? Страна чая, страна слонов, страна индийского кино, ну, может быть, еще йоги. И этот стереотип, он, в общем, продолжается. И очень часто вот такими интересами обладают люди... Я перебью, вот вы сказали о чае, вот у меня есть информация с новостной ленты. Индия объявит чай своим национальным напитком. Чай получит статус национального 17 апреля 2013 года. Знаете, мне в свое время приходилось говорить с такими очень традиционными индусами. Да, кстати говоря, тоже, к сожалению, молодое поколение забыло. Я думаю, что первый, кто возразят, это китайцы, потому что китайцы, наверное, конечно, считают своим продуктам. Да, значит, хотел бы обратить внимание, что молодое поколение об этом забыло, что слово индус имеет чисто религиозные коннотации. Мы, когда говорим о жителях Индии, мы должны их называть индийцами, а не индусами. Об этом, к сожалению, очень многие уже забыли, хотя в советские времена об этом как-то напоминали периодически. Так вот, я говорил с очень традиционным индусом, который сказал, чай, чай это вообще не наш напиток. Это привезли англичане, они нам его навязали, а мы пили разные травы, специи, которые в жару охлаждают, в холод греют. Поэтому здесь, конечно, очень любопытно, и мне не очень понятно, а какое именно слово индийцы запатентуют как свою торговую марку. Если это китайское слово чай, то это китайцы будут выражать, если английское слово ти, то тогда, наверное, и англичане возразят против этого. И как тогда мы будем называть цивонский напиток, цивонские листья чайными или чайным напитком? Я бы хотел продолжить эту тему обмена к нашим каким-то старым, старым, скажем, даже не старым, а историческим, культурным традициям, обменам. Потому что все же Индия присутствовала в жизни России с 19-го, с 18-го века, вы сказали еще раньше. И, конечно, мы не можем коснуться, скажем, творчества Рерихов, потому что мы считаем их художниками. Российские индийцы считают их своими художниками. Как бы вы, отталкиваясь от наших исторических традиций, перешли бы в сегодняшнюю нашу ситуацию? Почему? Потому что я хочу вам, так сказать, тоже привести несколько информационных примеров из новостных лент о том, что идет борьба за наследство, за недвижимость Рерихов. Я, наверное, не буду вдаваться в оценки духовного наследия Рериха, я его считаю прекрасным великим художником, на этом поставлю точку. Но вот то, что происходит с его наследием, к сожалению, показывает, что вокруг этого наследия Рерихов скопилось очень много людей, которые интересуются совершенно другое. Не духовное наследие Рериха, не его художественные и философские произведения. Вот и Тартас передает, Россия не допустит рейдерского захвата международного мемориального треста Рерихов в долине Кулу, Гималаях, местными властями. Значит, уже до этого, несколько лет назад, дом Рерихов в другом штате, на юге Индии, в Карнатеке, уже был прибран к рукам местными властями. А теперь возник скандал вокруг последнего остающегося очага вот этого наследия, это дом в долине Кулу в Гималаях, в штате Химачал-Прадеш. Ситуация такая, что от попечителей этого фонда, там половина индийцы, половина представителей России, и между ними возник какой-то конфликт, не имеющий отношения к самому наследию Рерихов. Конфликт из-за собственности. Банальный конфликт, поскольку дом находится в прекрасном месте, имеет огромный потенциал для того, чтобы возить туда и туристов, и делегации, и зарабатывать на этом деньги. Кто будет контролировать, в общем, вопрос. Естественно, местные власти решили прибрать его к рукам, ссылаясь на какие-то законы, которые запрещают нам иностранное участие в подобного рода мероприятиях, в подобного рода предприятиях и так далее. А то, что за этим пропадет провода остатки наследия, ну, вот само сообщение Тартаса и заявление нашего посольства в Ленинграде. Наша позиция была по наследию Рерихов? По этому фонду, да. Посол России высказал свое... Ну, собственно говоря, вы его зачитали, насколько я понимаю, со ссылкой на посла Александра Михайловича Кадакина, который достаточно активно отстаивает российские интересы. ФК-система теряет 1 миллиард долларов в Индии. Это тоже такая информационная заметочка в новостной ленте. Что это? Это действительно у нас такие неквалифицированные компании, которые берут и теряют там деньги? Либо здесь замешана какая-то политика? Нет, я не думаю, что здесь замешана большая политика. Я думаю, что здесь речь идет о том, что, может быть, компании, наши компании, они не то, что, как вы сказали, неквалифицированные, да? Не то, что неквалифицированные. Они привыкли к одним правилам ведения бизнеса в России, а в Индии они совершенно другие правила ведения бизнеса. Ну, представьте себе, что индийская компания в России потеряла бы 1 миллиард долларов. Она бы свернула, если ушла. Ну, она бы, наверное, устроила все же какую-то информационную обструкцию. И поднялся бы шум, во всяком случае, скандал. Вы знаете, индийские компании, насколько мне известно, достаточно много компаний здесь пытались устроиться и потом... Теряли деньги и уходили. Может быть, не миллиарды долларов, но... Деньги теряют. Может быть, это есть месть за какие-то потери? Я просто не очень представляю механизм, как это может быть. Я не представляю, но сумма достаточно серьезная. Речь идет не о 10 миллионах долларов, не о... Речь идет об одном миллиарде. Во всяком случае, такая цифра указана в информации. И, на мой взгляд, это тема для вообще межправительственного какого-то диалога на тему, скажем, нашей крупнейшей компании. Я абсолютно не лоббирую интересы. Просто если вот таким образом будет происходить, и наши компании будут терять там 1 миллиард долларов или даже 100 миллионов долларов, то это не есть хорошо для развития наших будущих отношений. Конечно, нехорошо. Но мне кажется, я сейчас не берусь судить о кухне всего этого процесса, но мне кажется, АФК-система немножко переоценила... Тоже не берусь ни сейчас создавать ни рекламу, ни антирекламу АФК-системы. Я большим уважением отношусь к этой компании, хотя, так сказать, мне приходилось надо какое-то иметь с ними дело. Мне кажется, просто они немножко переоценили свои возможности. Вот то, что мне говорили индийские коллеги, заключается в том, что они попытались сделать ставку на какую-то маленькую компанию индийскую и раздуть ее до масштабов лидера. А рынок уже был занят. А рынок был уже занят. Они потеряли на этой компании какие-то деньги. Может быть, я в чем-то могу ошибаться. Тут надо разбираться с компанией АФК-системы. Такие шероховатости у нас есть. Думаю, что здесь есть некое просто, может быть, непонимание каких-то межцивилизационных различий. Вот Индия – это страна, сколько контрастов. То есть, как там живет тут беднейшая часть, скажем? И сколько процентов в отношении бедных? Хорошо, скажу. Я процентом сейчас, может быть, не назову. Во-первых, Индия – это страна с самым крупным в мире средним классом. За 200 миллионов человек принадлежит к среднему классу. Может быть, понятие среднего класса в Индии немножко не такое, как, допустим, в Люксембурге или где-нибудь в Швейцарии. И представитель среднего класса индийского может позволить чуть меньше, чем, соответственно, западноевропейского. Но, тем не менее, это страна, в которой самый крупный средний класс. И поэтому это потенциал для развития экономического. Самый крупный средний класс? Саблик? И сколько дохода этого среднего класса? Или с нашим средним классом? Или с европейским? Я говорю, что они, конечно, поменьше, чем в Швейцарии или Люксембурге, эти доходы. И, наверное, человек может позволить себе меньше. Индия – развивающаяся аграрно-индустриальная страна с развитой промышленностью. За годы независимости страна добилась существенных успехов в экономике. С 1991 года Индия провела либеральные реформы, открыв свой рынок и уменьшив правительственный контроль в сфере экономики. Золотовалютные резервы возросли с 6 миллиардов долларов США в 1991 до 308 миллиардов в 2008 году. Воловой внутренний продукт в долларах США составляет более 1 триллиона, что делает Индию 12-й по величине экономикой в мире. За последние два десятилетия средний рост годового ВВП составил 5,5%, что сделало индийскую экономику одной из самых быстро развивающихся. Индия обладает второй по численности в мире рабочей силой – более 500 миллионов человек. 60% из них работают в области сельского хозяйства, 28% в области услуг и 12% в промышленности. Основными сельскохозяйственными культурами являются рис, пшеница, хлопок, джут, чай, сахарный тростник и картофель. Основные отрасли промышленности – автомобилестроение, химическая, цементная, потребительская электроника, пищеобрабатывающая, машиностроение, добыча полезных ископаемых, нефтяная, фармацевтическая, металлообрабатывающая и текстильная. Индия – экспортер программного обеспечения, а также финансовых и технологических услуг. Несмотря на заметный экономический прогресс, значительная часть населения страны живет ниже установленного государством прожиточного минимума, который равняется 40 американским центам в день. Под 50% населения, может быть, чуть меньше, живет меньше, чем на 1 доллар в день. Это, в общем, достаточно официальные… 50% населения? Да, примерно. Ну, значит, это одна из самых беднейших стран мира. Получается так. Но они как-то живут ведь. Они живут, они что-то едят, не умирают. С голодом, поэтому тоже вопрос достаточно относительно. Может быть, этого доллара хватает, чтобы купить пропитание для семьи. Шон, спасибо, спасибо. Мы продолжаем нашу программу, и я пригласил в студию господина Санжита Чха, президента Ассоциации индийцев в России. Здравствуйте, господин Санжит. Здравствуйте. Нас интересует в целом Индия. Вот расскажите о своей ассоциации, о своей работе, а дальше мы будем говорить о вашей замечательной стране. Да, Ассоциация индийцев в России, которую я возглавляю, является общественной организацией, которая объединяет всех индусов, живущих в России. Индусов или индийцев? Индийцев, да. Мы объединяем всех индийцев, которые живут в России, а их примерно 30 тысяч. 300 тысяч? Нет, не 300, 30. 30 тысяч, но это все равно огромная диаспора. Да, и понимаете, это все возникла такая большая община, в связи с тем, что у нас действительно отношения очень дружеские, да, и в советское время уже очень большая община жила в России. Тогда приезжали переводчики, там специалистов, там студентов много. И вот в последнее время это количество как раз растет. И поэтому мы пришли к какой-то согласию, что нам нужно организоваться, чтобы помочь друг другу. Я должен сказать, что действительно отношения между Россией и Индией были очень теплые, честные. И я должен сказать, что Россия, конечно, несла очень большой клад в развитии тоже индийской экономики, например, в то время. Того? Безопасность опять же. Да, да. Как мы стали незабисимыми. И вот в то время мы чувствовали самую большую поддержку со стороны Советского Союза. И вот этот год, как раз годовщина, вот в 65-летнее у нас дипломатическое отношение. 65 лет мы отмечаем. Да, отмечаем. Это наша программа, когда в преддверии выходят. Вот, вот, поэтому это какой-то юбилейный, можно сказать. И действительно, это отношение по нашему оценке, это никогда не ослаблялось. То есть мы всегда росли, росли, росли. То есть вы считаете, что этого провала, который все считают политологи после 90-х годов, ну, в период распада СССР, все же не произошло? Не произошло, потому что тема сотрудничества продолжалась на той же уровень, который у нас была в советское время. Я должен сказать, что это отношение еще выросло до стратегического партнерства. Вот, это, конечно, большой клад нес его превосходительство, президент Владимир Владимирович Путин. Вот, в 2008 году, когда он ездил в Индию, и в этом году была подписана декларация о стратегическом сотрудничестве между Россией и Индией. И в прошлом году, в 2010 году, вот, президент Медведев также еще подписал, они подписали еще особые, приближевые отношения между Россией и Индией. То есть мы сейчас не только стратегические партнеры, то есть у нас есть особые отношения. То есть это все доказательство о том, что у нас отношение укрепляется, углубляется. Россия соотносится или общается с Индией не первое столетие. Вот, как в Индии воспринимается Россия? Далекий северный сосед, брат. Как на ментальном уровне индийцы ощущают близость этой северной страны? Я могу, если вспомниться, вот, одно такое фрагмент, тут чувство, так сказал бы я, когда я был маленький. Вот, и в нашем доме всегда мы получали такой журнал, который был назвал «Советский Союз». Советский Союз был назвал, да? Да, и понимаете, и в самом детстве мы всегда говорили «Россия с нами». Вот такая у нас была воспринятая. То есть мы очень тепло, очень как-то всегда оживались, как будто старцы наши, старцы брат, так скажем, да, Россия. Поэтому в целом воспринять в Индии, в России, очень, очень, так, по-братски, да, то есть в целом много людей знают о России, о российской культуре. Очень популярна, опять же, та литература, которая, да, там, например, Толстой и Пускин и так далее. То есть там они это все читают. И также, посмотрите, индийская промышленность. Вот все как раз построено с поддержкой, с помощью Советского Союза. Вот поэтому Россия очень как-то популярна всем, все знают. Вот это через технологические всякие помощи, сотрудничества, культурные. В 2008 году проводился год Индии в России, и в 2009 году год России в Индии. Вот как раз это дает очень много людям понять о культуре, традиции друг друга. А вот касательно вот той диаспоры индийской, которая находится здесь, в России, она растет, и чем занимаются индийцы в России? Да, растет, опять же, потому что экономический климат в России, как и в Индии, меняется. То есть это страны, развивающие страны во всех отношениях. И особенно экономический реформ проводится и в Индии, и в России. И тот курс, который взят в России, это, конечно, очень благоприятный для иностранной инвестиции, и в целом для бизнеса. Вот поэтому это одна из причин, что индийские предприниматели приезжают сюда, создают свой бизнес, инвестируют в этом экономике. И в связи с этим, естественно, вот вопрос... Каким-то примером можете привести позитивного такого процесса инвестирования сюда? Есть ли такие примеры положительные? Есть, есть у нас большая... И если есть негативные, то тоже можете говорить. Почему? Но есть бизнесы, которые вложили и не получили. Об этом надо говорить открыто, и здесь нет никакого секрета. Нет, такого нет, но в целом, знаете, в целом обстановка, я сказали, благоприятная для индийского бизнеса. Вот есть у нас ряд примеров, да, вот фармацевтические. Да, фармацевтические, это известно, да. Является одним из главных направлений и главной, ну, как раз, детальность для индийских предпринимателей. И сейчас уже создается завод по производству фармацевтики в России. И также у нас есть ряд высокотехнологических всяких бизнес. То есть создается парк, высокотехнологический парк в России. И государство, конечно, у нас очень большое, не государство, не компания индийские. Очень большое инвестиции имеет в российской нефтегазовой отрасли. Это мы знаем Сахалин-2. И поэтому в целом, конечно, не так, как, допустим, в западных странах индийские предприниматели обычно там, да, инвестировали и инвестируют. Тут, конечно, темп медленный, но я сказал бы это правильно, потому что все-таки страна новая для бизнеса, так скажем, для иностранных предпринимателей. И идет какая-то реформа, изменения законодательные в целом. Но в целом все идет к улучшению, и я думаю, что это все изменится, и инвестиций индийского бизнеса будет и больше, и больше. Но мы хотим, чтобы инвестиции российского бизнеса что же увеличивались? Я хочу сказать, что это происходит, и это, опять же, тут показатель, что Индия меняется, приветствует иностранные инвестиции в индийской экономике. И остается за пределами этого, да, то есть Россия активно сейчас инвестирует в индийской экономике. Есть ли диаспора россиян в Индии, и как россияне чувствуют себя в вашей стране? Да, сейчас в последнее время очень много россиян посещают в Индию. Это, опять же, в сфере туризма у нас отношение очень как раз углубляется. В прошлом году только больше 100 тысяч туристов ездили в известный курорт Гуа, и также другие достопримечательные места, которые связаны. И в связи с тем, что сейчас инвестиции с Россией идут большие, и очень много предпринимателей, которые там и живут, и поэтому российская община в Индии растет. Как уживается государство с теми глубочайшими корнями, я имею в виду историческими и религиозными, и друг другу не мешают ни государство, ни религия? Вот как вы бы оценили? Потому что для нас это очень важно, у нас в стране все время идут дебаты по поводу православия, государства, о месте церкви. Вот в Индии решены эти проблемы, религия и государство, или там тоже существует какая-то проблематика? В Индии таково, то есть, все, что вы говорите, то есть государство полностью независимо от религии. Вот, и все, что у нас в Конституции определяет, что Индия – это советское государство, это так, в самом деле, есть. То есть, они помогают при необходимости всем религиям. И что удивительно, что индийское государство очень большое внимание удаляет подвергское меньшинство. Вот, это как раз... Ну, и меньшинство – это ислам? Меньшинство... Вот как там делятся вот эти 20%? Там очень много, то есть ислам, там опять же христианство, там джанизм, сикхизм, там еще есть... Буддизм. Буддизм. Да, да, да. И сейчас очень много... Может быть, немного синтаизма еще. Есть, есть. Поэтому они получают очень... чувствуют себя очень комфортно на территории Индии, так скажем. А что касается вот такая отношения с государством и религией, я думаю, это должно быть, потому что должно быть какая-то идеализм должно быть. Идеология. Идеология должно быть. То есть, индуизм – идеология все же, да? И они сказали бы только индуизм и христианство, идеология, ислам. Ну, скажем, не идеология, философия все же. Вот скажите такую вещь, интересный разговор у нас пошел. А вот религиозные деятели, они участвуют в политическом процессе, высказывают свое мнение относительно партии или национального развития будущего или не участвуют? Они участвуют, потому что это такая традиция, потому что всегда раньше были, что духовные люди занимались общественными делами. Их доверяли, они просто... То есть, это некие учителя, махатмы, да? Это махатмы, это махаражи. То есть, это просто они у них такие сострадания были, то есть, помощь людям, помогали. И поэтому это так должно быть, потому что самая лучшая общественная деятельность, это моя духовная личность, которая духовно как-то разбитая. Вот поэтому раньше так и было. Там назывались раджи-реши. Раджи-реши, это значит, духовный, он как лидер. И тоже время этот человек был царем. Вот, и как раз сочеталось очень хорошо, люди больше доверяли, и он действительно для блага людей, все, что он сделал, для блага людей. Сейчас это есть, но меньше степен. Меньше степен, потому что время меняется, система политически меняется. Вот, но тем не менее, такие люди есть, которые действительно для блага людей, для блага страны хотят сделать. И в том же время они являются очень глубокими духовными личностями. Вот, в сближении наших культур мы хотим взять что-то у вас, чтобы тоже быть счастливой нацией. Вот, что нам для этого надо сделать? Я не скажу, что все индейцы счастливые, эти все элементы везде присутствуют. Понимаете, если мы, допустим, относимся к друг другу, семье, не как, допустим, человек, не как к коктейлу. Если мы действительно видим что-то особое. Духовное. Духовное. Да, духовное знание, нравственное. Вот за отсутствие этого, эти все проблемы возникают. Зависть, это внутренний у нас грязь. Там все, что зависть, там злость, гнев. Это сегодня, понимаете, это более тонкий элемент. Может быть, от того, что в нашей жизни мало религии все же, потому что православие – это светлая религия, которая дает человеку чувство полноты жизни, радости. Может быть, в этом причине? Я сказал, возможно, это так. И я думаю, что сейчас тот идеологий, тот усилие, которое направлено, то есть от церкви, это очень своевременно и очень необходимо для общества. Ну, я имею в виду все религии, не только православие, потому что в России очень много ислама, много юдаизма. И, видимо, все же сейчас наступил момент возврат в свои религиозно-философские культурные корни у всех национальностей, у всех народностей страны. Там все же есть спасение души, да? Конечно. Я думаю, без этого, по-моему, в этом мире существовать невозможно. То есть должна быть идеология, должна быть какой-то философский такой понятный, и в целом идеология должна быть. Вот без этого, по-моему, человечество не может как-то полноценное, да, может развиваться, существоваться. Вот ваше видение развития российско-индийских отношений, человека, который, по сути дела, занимается публичной дипломатией, потому что такие организации – это элемент публичной дипломатии. Отношения между странами, отношения между людьми, между народами. Вот вы считаете, что сегодня наши связи достаточны для того, чтобы мы говорили, что у нас хорошее отношение? Может, надо больше ездить друг к другу, развивать туризм совместный в том числе? Надо, чтобы проходило больше конференции. У нас есть база, у нас есть история, у нас есть рерихи, у нас есть очень много чего. Вы удовлетворены тем, как сейчас это происходит? Или все же надо нам идти вперед? Знаете, здесь есть два аспекта, да? То есть отношения на государственном уровне. Мы с этим очень удовлетворены, потому что за последние 10 лет наши лидеры очень часто встречаются. У нас уже есть определенный ежегодный саммит, и наши лидеры ездят друг к другу. И кроме этого, у нас очень много обмен делегаций, есть созданы у нас межправительственные комиссии в разных отраслях, там экономики, там военные сферы, там образование, там космос, там ядерник, всякие разные. То есть там как раз идет очень честное сотрудничество, и очень много они там в последнее время решили и решают. Но, конечно, контакт с народами меньше, то есть не на той же темпе, как они там развиваются. То есть это, конечно, еще стоит над это думать и работать на этом направлении. И как раз наша организация и подобное, мы как раз нечтем свой клад. Реализация, тот договор, который у нас есть между нашими лидерами. Ну, ваша цель как раз объединять народы, объединять народы и сделать все, чтобы индийцам было здесь комфортно в России, а россиянам в Индии. Я думаю, что вы делаете очень доброе и очень хорошее дело. Что бы вы хотели пожелать своим соотечественникам здесь, если они вас будут, они вас все услышат, и что бы вы хотели пожелать россиянам, которые находятся в Индии? Ну, на нас лежит большая ответственность для укрепления отношений между Россией и Индией, которые очень... На людях, которые... На людях. Именно на людях, потому что мы видим, каждый гражданин Индии – это представитель своего народа. Это правильно, это совершенно верно. Да, поэтому я бы сказал, что все они нешли клад в этом, в соглубление, потому что отношения уже очень-очень обширны сейчас у нас. Не так, как были, допустим, 20 или 30 лет назад. Очень много. И каждый мы можем нести в этом определенный клад. Я хочу вас поблагодарить за интересную беседу, потому что такие встречи для нас представляют особую ценность, когда представитель народа здесь, в нашей студии, рассказывает о своем народе. И рассказывает это с большой гордостью. Вы это сделали с большой гордостью и с большой любовью. Я благодарю вас за то, что вы пришли к нам в студию. До свидания. До новых встреч. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнали Симон. Субтитры подогнал «Симон»